Друзья, сегодня 1 октября, 25 копеек уже не действующее платежное средство, и бумажные гривны старых образцов официально можно не принимать. Что делать с монетами и старыми гривнами, куда их сдавать, смотрите в этом выпуске. И немного нарезок, как я платил старыми деньгами. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, нас уже почти 35 тысяч. Напомню, что на канале проходит конкурс, нужно оставить комментарий под видео, я разыграю деньги. Подробности конкурсов смотрите далее. И конечно, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. Ну что, поехали? Монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством, и у меня есть отдельный ролик, какие монеты стоит отложить. Они интересны нумизматом и продаются в десятки раз дороже на аукционах или коллекционерам напрямую. Обязательно посмотрите, ссылка на него будет в подсказке или в описании к видео. 25 копеек можно поменять бесплатно в любом банке до 30 сентября 2021 года. А в национальном банке и банке-партнерах, таких как Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзен, Банковаль, Пумп, до 30 сентября 2023 года. Перестают быть платежным средством все бумажные гривны до 2003 года. Давайте посмотрим, как продавцы реагировали на такие банкноты в этом и в прошлом году. Ого! Три, четыре. Ничего себе. Вот. Ну как, в банке такие деньги не сдают. Как это не сдают? У нас не принимает банк. Не принимает банк? Да. Какой банк у вас не принимает? Это у нас. Асчет. Асчет банк не принимает. Это же национальный. Не принимает. Такие. Давно не попадались. Нет. Вы хоть такие видели, когда они... Да ладно. Попадались по две, по одной гривне вот эти новые. А, через 2 копейки эти готовы. Ну хоть взяли, а то переживался сейчас. Так вот. Может кому-то продадите их за 10. Я себе да. А, я себе да. Класс. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. с этим конкурсом. будет 35 тысяч подписчиков. я проведу розыгрыш. Так что поделитесь этим видео с друзьями, чтобы поскорее я все провел. и спасибо, что посмотрели это видео до конца, чтобы я понимал, что это вы, начинайте свой комментарий с фразы фартовый коллекционер или бабки в шапку. вот такой шуточный флешмоб. Всем пока, друзья.